Друзья, всем привет! В этом видеообзоре хочу рассказать о часах Casio G-Shock GDX 6900F. В принципе, эта модель не совсем обычная. 6900 это достаточно массовая модель, но это модель именно Limited Edition. В чем же Limited Edition? Давайте разберемся. Ну, во-первых, смотрите, какая коробочка. Это нестандартная коробка для G-Shock. Она вся вот такая вот исполосанная. Внутри нас ожидают документы, инструкции с номером модуля, международный гарантийный полон. Вот такая вот жестяная банка. Точно в таком же исполнении, вся исполосанная. Ну и закономерно сами часы в таком же цветовом исполнении. Немного разобравшись, я выяснил все-таки, что это такое. Эта модель создана при помощи или при содействии знаменитого американского граффити-художника. Его именуют Футура. Честно говоря, я до этого не знал, но так немножко ознакомился, почитал. Человек, который начинал рисовать граффити на стенах Нью-Йорка в 70-х, 80-х годах. Вот. Теперь это достаточно популярный художник уличный в Штатах. Вот, собственно, выпустили вот такую вот модельку при его сотрудничестве или содействии. В чем, собственно, фишка этих часов? Ну да, это, понятное дело, вот такой вот нестандартный раскрас. Ну, для меня это, конечно, весьма просто все. Просто из полосали, но, скорее всего, оно в себе несет какую-то там философию художника. И также сам циферблат при подсветке, то есть сейчас ничего не видно, но при подсветке мы видим автограф этого художника. Вот такие вот косметические изменения модели GD6900. Вообще-то G-Shock, который характеризуется повышенной ударопрочностью. Это одни из самых выносливых часов. Они сертифицированы дополнительно. У них еще есть какой-то Military Standard, который они прошли. Это, не скажу, что легкий G-Shock. Их масса около 80 грамм. Немного, но, тем не менее, это более остальных. По части функционала тут, в принципе, ничего тоже криминального или особого сюда не завезли. Это режим текущего времени, день недели, электронное время. Можно, кстати, одной кнопкой сменить на 12-часовой формат времени. Не во всех так. А модом мы переключаемся на режим мирового времени. Листаем, смотрим, где какое время. Секундомер с отметкой, с шагом, вернее, в сотую долю секунды. И с графическими областями наверху. Это таймер. Это будильник. Их тут, кстати, два лишь независимых. Один с повторением и ежечасный сигнал. Обычно четыре. Тут два. И режим текущего времени. По сути, это весь их функционал. Подсветка приятная здесь, кстати говоря. Очень отчетливо все читается. Ну, первое, когда я увидел этот автограф, он как-то сбивал немножко. То есть, трудно время считать. Но вообще, конечно, такая своеобразная фишка в этом есть. По части настроек мы зажимаем Adjust. Начинают моргать секунды. Этими двумя кнопками вносим коррективы. Модом переключаемся к следующему пункту. То есть, режим летнего времени включен, выключен. Как кому нужно. Отклонение от Greenwich. От того, где вы находитесь. Насколько часов у вас опережения или отставания. Часы, минуты, год, месяц, дата. Звуковой сигнал. Синг, это означает, что при, к примеру, при подаче будильника, еще и подсветка срабатывает. Уберем. Ну, и заново секунды. Зажав Adjust, сохраняются настройки. Что касается питания, оно здесь десятилетнее, усиленное. Это безусловный плюс. Необычно исполнена задняя крышка. В чем необычно? Обычно она стальная и бесцветная. То есть, цвета стали. Здесь же она вот в таком вот черном IP покрытии. И тоже автограф этого художника нанесен. Ну и основная служебная информация. Пожалуй, примерим. Такой вот городской стиль. Максимально урбанистический, наверное. Какой-то велосипед, скейт. Наверное, для такого рода они сделаны. Все-таки граффити это такой полу-нелегальный, скажем, вид творчества. Так вот смотрится на руке. Ну, на моей, конечно, весьма крупноватой. Это часы, конечно, немаленькие. Более 57 по высоте, 54 по ширине. И в толщину эти часы чуть более 20 миллиметров. Это действительно... Ну, все, конечно, за счет выступления, возможно, вот этой области. Но, тем не менее, такие массивные часы ощущаются на запястье. Вот. По большому счету я рассказал все. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Обсудим. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И всем пока. Всем пока.